Говорит далее об хадисе 40, 40 хадис нашей книги. Приходит от Ибн Умара о том, что он сказал Однажды посланник Аллах взялся за мои два плеча и сказал мне Будь в этой дуне, как будто бы ты чужеземец или просто тот, который проходит через какую-то местность. Абер-Усабиль, то, что по-современному называется как транзит, то есть когда ты едешь в одну страну и с другой страны, и в это время пересекаешь среднюю страну между этими двумя странами, то есть в географическом положении, ты проезжаешь ее как? Просто транзитом, останавливаешься там или нет, то есть покупаешь ли ты там дома, обустраиваешься ли ты там или нет, нет, не обустраиваешься в этой местности, проезжаешь ее просто транзитом. Так вот, пророк салаллаху салам говорит, возьми эту дуню и будь в этой дуне так, как будто ты просто проезжаешь через нее транзитом, или как будто ты в ней чужеземец. Вот представь, ты в какой-то стране чужеземец, это не твоя земля, ты прибыл сюда для того, чтобы решить некоторые вопросы и уехать на неделю, на две недели, на месяц, на два, три месяца, так? Так, обустраиваешься ли ты в этой стране полноценным образом, то есть покупаешь ли ты участки, строишь ли ты дома, ремонтируешь ли этот дом, украшаешь ли этот дом, покупаешь ли себе какие-то другие вещи, которые что? Обычно покупает человек на своей родине, на своей земле. Нет, ничего этого ты не делаешь. То есть ты стараешься совершить те дела, для которых ты приехал, по-быстрому, и покупаешь только то, что тебе необходимо для этого. Либо снимаешь жилье как можно дешевле, так или нет, либо что? Снимаешь какую-то гостиницу как можно дешевле. То есть стараешься свои затраты сократить, все сделать как можно дешевле. Почему? Потому что тебе все это не надо, потому что ты здесь временно, хочешь лишь решить некоторые свои проблемы и возвратиться домой. А дома у тебя уже там дом, земля, украшенный дом и тому подобные вещи. Так что ты обустраиваешься в этой, на своей родине, как следует. То же самое, тем более, если ты проезжаешь через какую-то землю транзитом, то есть вообще никакие даже проблемы там не решаешь. А просто проезжаешь по этой земле транзитом. Покупаешь ли ты там дом, землю, обустраиваешься или нет? Нет, ничего из этого не делаешь. Ну а проезжаешь и никаких затрат стараешься там не выполнять. А если выполняешь какие-то затраты, то минимальные на еду, на питье и тому подобное. Вот это понятно или нет? Это иншаллах ясно. Так вот, пророк саллаллах взялся за два плеча Ибн Гомара и сказал ему, и дал ему этот завет. Будь в этой дуне, как будто бы ты чужеземец, или проезжающий через эту землю на другую землю. И поэтому Ибн Умар, усвоив этот завет, часто говорил, если наступил вечер, то не жди утра. А если ты проснулся с утра, то не жди вечера. То есть не ожидай, что ты доживешь до вечера. Потому что эта дуня какая скоротечная, возможно ты умрешь раньше этого. Говорит, и возьми от твоего здоровья на период твоей болезни. То есть старайся, пока ты здоров, сделать побольше полезных дел. Так что когда ты будешь болеть, ты не сможешь этих полезных дел делать. И чтобы то, что ты успел взять во время здоровья из полезных дел, хватило на так же на период болезни. Если ты это распределишь, то ты не будешь жалеть о пройденных днях. И возьми из твоей жизни для твоей смерти. Рауль Бухари, отходи, приводит имам Аль-Бухари. Говорит автор нашего шарха, аш-шарх, разъяснение. Адал хадис, хадису бну Умара, вауасияту наби, саллаллаху дсаллама, лагу. Говорит этот хадис, хадис ибну Умара. В нем приходит завет пророка, саллаллаху дсаллама, ибну Умару. Би-и хаятун кулюб. Говорит, что это за завет. Это такой завет, посредством которого оживают сердца. Ля-наби-и липти'ат, ани лихтирар, бя-ви дуня, бешабаб аль-мар. Говорит, потому что в этом завете указание на то, что человек должен удаляться от этой дуни и не должен обольщаться ею. Говорит, бешабаб аль-мар ау-би сахати, ау-би умри, ау-би махавляу. То есть человек не должен обольщаться своей шабаб, своей молодостью. И не должен обольщаться своим здоровьем. И не должен обольщаться своим умаром, то есть своей жизнью. Ау-би махавляу. Или тем, что вокруг него. Ибн Умар говорит в этом хадисе. Ибн Умар говорит, что во втором десятилетии своей жизни, то есть от 10 до 20 лет, 15 лет, 16 лет, 14 лет, 18 лет и тому подобное. Ибн Умар говорит, что это является одним из самых великих заветов от пророка, который как никогда соответствует действительности. Если бы люди это понимали и соображали. Почему? Потому что человек начал свою жизнь. Где? Начал свою жизнь в раю. То есть Адам, алейсалям, начал жизнь на земле или начал жизнь в раю? Начал жизнь в раю. То есть его основная родина, основное его место проживания это рай, это не эта земля. Говорит, а на эту землю был неспослан или был опущен или был снизойден. Только лишь для чего? Ибн Умар, лишь для испытания. Говорит, получается, что человек здесь чужеземец. Это не его родная земля. Так его родная земля где? Это рай. Он говорит, здесь получается, либо чужеземец, либо кто? Абирусабиль. Проезжающий просто через нее. Говорит, поэтому все люди и все человечество, которое присутствует на земле, это лишь то? Лишь посещение этой земли, как посещение чужеземцам. То есть как будто бы ты отправился на какой-либо остров, просто посмотреть на него, посетить его как путник. Посмотрел, один, два, три, четыре дня пожил и обратно приехал. Говорит, все это человечество, которое жило на земле со времен Адама и будет жить до судного дня, все они приходят сюда для чего? Просто для испытания, как чужеземцы. Побыть здесь и отправляться обратно на свою родину. А иначе, говорит, мы говорим, что основное место Адама, а также того, кто последовал за ним, в вере, а также в богобоязненности, а также в единобожии, а также в искренности, это рай. То есть истинное место, истинная родина Адама, алейсалам, и тех, которые последовали за ним в единобожии, где рай. Это истинное место, истинная родина верующих людей. И Адам, говорит, был выведен из рая только лишь как испытание и как возмездие за тот грех, который он совершил. Говорит, если над этим человек-мусульманин хорошо поразмышляет, то он поймет и узнает, что То есть должен он, хорошо бы ему, готовить свою душу и подготавливать свою душу к чему? То, что его настоящая родина это рай. То есть ты должен воспринимать эту дунию и быть у тебя вероубеждение должно быть таким, что это не твоя родина, это не твоя земля, а твоя истинная родина и земля, куда ты хочешь вернуться и тебя постоянно туда тянет, это где? Это рай. И это, брат, помогает иностранцам в требованиях знаний и тем, которые совершили гиджуру переселения со своей родины, когда человека тянет постоянно на свою землю. То есть куда бы он ни приехал, любая земля кажется ему чужой, кажется ему не своей. Воздух не свой, земля не своя, природа не такая, люди не такие, все другое, не так, как на твоей земле. Но когда человек воспитывает свою душу, что та первая земля, на которой он родился, это на самом деле не его первая земля, а его первая земля это рай. Настоящая твоя родина это рай. Так и становится ему легким перемещение в этой земле. И перемещается он по вопросу религии. То есть если религия от него требует покинуть какую-то землю и перейти на другую землю, то он отдает предпочтение религии и не отдает предпочтение земле. Понятно или нет? То есть отдает предпочтение и станет, ставит во главу угла дин, религию и ее приказы. Потому что Всевышний Аллах Аспану Атада сотворил тебя не для того, чтобы ты жил на своей родине, на эту землю для тебя сотворил для чего? Для того, чтобы ты поклонялся ему одному. Поэтому ты преследуешь эту цель везде. Если надо уехать, ты оставляешь какую-то землю и переезжаешь на другую. Потому что твоя цель это поклоняться Аллаху, а не твоя цель это жить на твоей родине, где ты родился. Говорит, человек должен готовить свою душу и должен воспитывать ее на том, что эта Дуния это не его родина. Говорит, но это лишь временное место, которое он послал для того, чтобы быть испытанным. И он здесь чужеземец, просто проезжающий эту землю. Как говорил об этом посланник Аллаха в этом хадисе. И как же прекрасно, или что может быть более прекрасно, чем истишхад, то есть те слова, которые привел Ибн-Уль-Кайм. Как читать? Ибн-Уль-Кайм или Ибн-Уль-Кайм? Ибн-Уль-Кайм. Потому что Ибн-Уль-Кайм будет истихам, так или нет, задавание вопроса. А Ибн-Уль-Кайм это что такое? Это удивление. Говорит, ибн-Уль-Кайм упомянул, то есть в некоторых из своих стихов, то что ханин-Уль-Муслим. Что такое ханин-Уль-Муслим? Ханин-Уль-Муслим, то есть позывы его души, то есть боль и страдания его души. Куда его тянет его душа? Это джанна. То есть когда человек, и каждому из нас это чувство известно, если уезжает со своей родины, затем с годами сердце начинает тянуть тебя на твою землю, на твою родину. Это что называется ханин. То есть как бы душа стонет, плачет, хочет обратно домой. Вот это вот ханин. Так вот говорит Ибн-Уль-Кайм и упоминает то, что ханин, мусульманина, то есть его душа, его плач, стон его души, должен звать его все время в рай. То есть не на его родину, которая является землей неверующих, так или нет, а должен звать на родину настоящую, то есть в рай. Говорит Ибн-Уль-Кайм то, что любовь верующего к краю и устремление верующего к краю по причине чего? По причине того, что это его настоящая первая родина. А сейчас он является лишь кем? Лишь Саби, то есть как бы пленным, пленным у врага. И то, что он, и пришлось ему уехать со своей родины, по причине того, что Иблис взял в плен нашего отца Адама. И весь вопрос, то есть тонет его душа и переживая за то, сможет ли вернуться она на свою первую родину или не сможет. Хай Сукал, Рахима Аллах, сказал Ибн-Уль-Кайм в некоторых из своих стихов, как это приходит в Мифтах Дарис Саада, а также Хади Аль-Арвах, а также Тариф Аль-Хижратейн. Говорил, То есть давайте устремимся куда? К жаннату Адн. Потому что она является чем? Потому что это является твоей первой родиной. И в ней есть Мухайям. То есть как бы различные палатки или дворцы, в которых люди живут. И как ты считаешь, вернемся ли мы на свою родину и спасемся? И некоторые сказали, или некоторые посчитали, что если человек отдалился от своей родины, так, отдалился от своей родины, и родина его стала далека от него, То есть он должен что делать? Переживать за эту свою первую родину. Говорит, и какое гурба, то есть какое чужеземье, может быть сильнее и выше нашего чужеземья, из-за которого наши враги судят нас. То есть наши враги, как иблис, шайтан и неверующие и так далее, мы находимся сейчас на их земле. И находимся в том смысле, что на их родине, это их рай. А наш рай, то есть рай верующих людей, впереди, говорит Ибн Алтайи. И говорит, что может быть более прекрасно, чем слова другого поэта. То есть это кто? Абу Тамман. Он говорит, Перемещай свое сердце куда угодно, следуя за ее страстями, или за его, за твоей душой страстями. Но настоящая любовь, это кому? Первому возлюбленному. Говорит Ухаву Аллах, аз-за-ваджаль. И под первым возлюбленным он имеет в виду Всевышнего Аллаха. Сколько бы земель, сколько бы мест на земле не приготовил, не полюбил человек, то есть человек, молодой человек, передвигается по земле, живет в одной стране, потом живет в другой стране, потом живет в третьей стране. Говорит, какую бы землю он не облюбовал, но его стон и плач его души все равно всегда тянет его на самую первую его родину. А это рай. И в действительности так. Так или нет? То есть человек, если жил и вырос на какой-то земле, и потом передвигается в других местах земли, живет в одной стране, потом переехал в другой стране, ради религии Всевышнего Аллаха, оставляет одну землю за другой. Где бы он не жил, сколько бы лет он не жил затем, на другой земле, все равно его сердце тянет его на первую землю, на ту землю, где он родился и вырос. Говорит, Говорит, и на это способны только те сердца, которые обращаются с покаянием ко Всевышнему Аллаху все время. Мухтабин, то есть имеется в виду, унижаются перед ним. Это те люди, сердца которых связаны со Всевышним Аллахом, в любви, а также в устремлении, а также в страхе и их подчинении. Их сердца, то есть сердца верующих людей, связаны с местом почета, имеется в виду с раем. И они работают и действуют ради этой земли, то есть ради того, чтобы вернуться в рай. И они действуют так, как будто бы видят этот рай перед своими глазами. Эти люди в этой дуне, как будто бы гураба, чужеземцы, и как будто бы они просто проезжают какую-то местность, не для того, чтобы останавливаться перед ней. Как говорил пророк в одном из хадисов, налива ли дуне, то мне, относительно этой дуне, я здесь всего лишь как чужеземец, который остановился под деревом отдохнуть, затем, после того, как взял свой отдых, отправился дальше. То есть эта дуня не для того, чтобы здесь основываться, обосновываться, так жить здесь, пускай здесь корни и тому подобное. Нет, это дуня, чтобы ты использовал то время, которое дал тебе Всевышний Аллах Фану Аталя, 24 часа в сутки для того, чтобы набрать побольше полезных дел, побольше награды на судный день. Эта дуня лишь для этого, а не для того, чтобы здесь обосновываться, опускать здесь корни и тому подобное. И каждый верующий человек осознает это. То есть каждый верующий человек, почему пророк сказал, что эта дуня, сижноль мумин, тюрьма верующего. То есть ты здесь чувствуешь, как будто бы ты здесь в тюрьме, то есть ты не можешь расслабиться. Неверующий человек не чувствует границ в этой жизни. Так он чувствует себя полностью свободным. Захотел, пошел, сделал такой-то грех, захотел, пошел, второй грех сделал, захотел, оставил, такой-то ваджб. То есть для верующего нет понятия ваджб и нет понятия мухаррам, нет понятия айбада и тому подобное, поклонения и так далее. Он что делает? Делает все, что он хочет, все, что ему в голову зайдет, он творит. И не чувствует, что он ограничен какими-то границами. А верующий человек все время чувствует, что он ограничен какой-то границей. Хочет сделать то, нельзя, граница стоит. Хочет сделать это, запрещено, граница стоит. Хочет оставить какой-то ваджб, запрещено, обязан сделать. То есть чувствует все время себя в боковых и границах. Но это только в этой дуне. Почему? Потому что в этой дуне ты чужеземец и иностранец, просто проезжающий через эту дуню. Так или нет? То же самое человек хочет лечь отдохнуть, но потом вспоминает. Подожди, это жизнь для того, чтобы отдыхать. Это жизнь для того, чтобы заработать награду. Встает и начинает что делать? Требовать знания. Или начинает совершать поклонение. Или начинает совершать какие-то другие благие дела и тому подобное. Для чего? Чувствует, что он не должен здесь отдыхать. Не должен он здесь расслабляться. Не должен он здесь что делать? Полностью отдаваться этой жизни. Но должен что делать? Все время работать, а отдых ждет тебя впереди. Как пророк, с.а.в. говорил, Усама ибн Зайду, ас-салату амамак, намаз ждет тебя впереди. Так или нет? То же самое здесь. Ар-раха амамак, то есть отдых впереди. А здесь не место для отдыха, здесь место для работы. Говорит, И тот, который находится в этом положении, то есть чувствует себя чужеземцем или лишь проезжающим эту землю, то он говорит, То есть никогда не отдается полностью этому своему месту житья. Яноз, это когда ты успокаиваешься относительно чего-либо, находишь убежище относительно чего-либо, расслабляешься в чем-либо. Это что такое? Унс, когда человек находит свое спокойствие. Говорит, человек не находит спокойствия такой в этой своей жизни, потому что он чувствует, что здесь лишь чужеземец. То время, которое ему отдано Всевышним Аллахом в этой жизни, он должен воспользоваться этим временем, зарабатыванием большей награды для следующей жизни. Как чужеземец? Чужеземец успокаивается или нет на чужой земле? То есть он не успокаивается, хочет быстрее все дела сделать и уехать домой. Не хочет находиться на этой земле долго, так как эта земля чужая для него, и он все время испытывает тяготы от этой чужой земли. Но он хочет вернуться к своей семье и успокоиться там. И то же самое, кто Аберусабиль. Тот, который проезжает какую-то землю. Все время в торопливости. То есть он не хочет успокаиваться, не хочет расслабляться, он не хочет застаиваться там надолго. Но он все время в спешке. Хочет быстрее свои дела сделать, и быстрее уехать из этой чужой для него земли. И это и есть истинная сущность этой ближней жизни. Потому что сколько бы человек не прожил в этой жизни, пока Аша, нух, альфа сана. Вот например, нух, алейхиссалам, прожил тысячу лет. Из этого 950 лет этой жизни среди своего народа. То есть нух, алейхиссалам, 950 лет жил или тысячу лет жил? Тысячу лет жил. Но что значит 950? То есть среди своего народа 950. Поэтому Всевышний сказал, Он пробыл среди них, среди своего народа прожил 950 лет. Не означает, что он вообще всего 950 лет прожил. Понятно или нет? Но среди своего народа прожил 950. Но эти годы все равно прошли и закончились. То есть смотри сколько много лет. Тысяча лет. Но это тысяча лет. Все равно прошла и закончилась или нет? Все равно прошла и все равно закончилась. И были такие народы, которые жили по нескольку, 600 лет, по 300 лет, по 400 лет жили. Но все равно их конец какой? Что их жизнь прошла и закончилась. А некоторые люди живут 100 лет, некоторые 80 лет живут, некоторые 50, некоторые 60. Сколько бы они ни прожили, все равно сущность их возвращается к тому, что они чужеземцы и лишь проезжают через эту землю проездом. Они проехали через эту дунью и ушли дальше. Говорит, и смерть ожидает человека, как с утра, так и вечером. Поэтому говорит, человек обязан обращать внимание на свою душу. То есть не быть забвений, но помнить о том, что он здесь лишь временно. И стараться не тратить время, и успевать за это время зарабатывать побольше награды. И самая большая проблема относительно человека, когда он постигает его забвения относительно истинной сущности этой дуньи. То есть посмотри на людей. Каждый день выходят на различные демонстрации, сражаются, ради чего непонятно, пытаются свергнуть власть, бывают убитыми, убивают других. Ради чего все это делается? Ради этой дуньи, которой не стоит и гроша, так или нет? То есть пытаются здесь обосноваться, пытаются взять здесь власть, построить дворцы, дома, купить земли. Ради этого выходят на демонстрации, убивают других, бывают убитыми сами, бывают, убиваются тысячи и тысячи людей. Воюют люди. Для чего воюют? Для того, чтобы опять-таки обосноваться в этой дуне наилучшим образом. И затем, после того, как завершать эти дела, проживают год-два и умирают. И оставляют все, за что они воевали на лице этой земли, а сами оказываются под этой землей. То есть постигло таких людей, что забвение относительно истинной сущности этой дуне. Говорит, Поэтому если Всевышний Аллах наградил тебя и наделил тебя этим великим почетом, что ты из тех, которые понимают истинную сущность этой дуне, и то, что эта земля не та земля, на которой необходимо обосновываться и пускать корни, но это лишь земля чужая для тебя. И то, что эта земля лишь земля испытания. И то, что эта земля, земля испытания и земля мамар. То есть та земля, которую ты проезжаешь насквозь. Но это не земля, в которой ты обосновываешься и пускаешь корни. Говорит, Если Всевышний Аллах наделил тебя этим великим почетом, что ты понял сущность этой дуне, то твое сердце должно быть трезвым, должно быть бодрствующим, и не должно быть забвения от этого. Но если твое сердце в забвении от этой сущности, говорит, то твое сердце постигает его сражение за эту дуню. То есть оно начинает устремляться к этой дуне и начинает сражаться за нее. Да разбудит Всевышний Аллах, да пробудит Всевышний Аллах, нас и вас от различных видов забвения. Ибн Умар, тоже в свою очередь давал завет другим людям, исходя из того завета, который дал ему пророк, Ибн Умар, Если наступил вечер, то не жди утра. То есть не жди, не расслабляйся, но работай так, как будто бы ты до утра уже скончаешься. А если наступило утро, то не сиди, не жди, не расслабляйся до вечера. Но работай так, как будто бы вечером ты уже скончаешься. То есть постоянно будь предостереженным от смерти. То, что она придет к тебе неожиданно. Будь готовым к этому. Поэтому некоторые говорили относительно Хаммада ибн Салама. Кто такой Хаммад ибн Салама? Абу Салама один из пакихов этой общины, один из мухаддисов этой общины великих и один из великих ученых также арабского языка. Так вот, про него говорили, если бы ему было сказано, ты скончаешься завтра, то все равно он бы не смог добавить к своим делам уже ничего. То есть смотри, когда ты проводишь свой день, что ты делаешь? Совершаешь различные благие дела в нем. Но если тебе скажут, завтра ты скончаешься, что ты будешь делать? Ты прибавишь, постараешься использовать оставшееся время, как можно более полноценно, продуктивно, атакивание, совершишь гораздо больше дел, чем если бы тебе не сказали этого. А говорит Хаммад ибн Саламан, совершал настолько максимально большое количество дел, каждая секунда его жизни была забита полезными делами, что если бы ему сказали, что ты умрешь завтра, он бы уже не смог прибавить к этому ничего. Все равно выполнил бы только лишь тот план, который у него и так намечен. Посмотри, как Саламад ибн Саламад использовали свое время и не теряли его зря. И этого человек достигнет в том случае, если постоянно будет помнить о правах Всевышнего Аллах. То, что человек, если поклоняется, должен помнить об этом постоянно. Говорит, если он противоречит кому-либо из своих родственников или из своих земляков, то он делает это ради искренности Всевышнего Аллаха и для того, чтобы выполнить постановление этого шариата. И если он продает или покупает, то он же совершает это искренне. И он стремится, что делать? Устремляется к тому, чтобы совершать только разрешенное. И так в любом деле, которое он совершает. Человек должен совершать все эти деяния на знании. То есть, сейчас Алях Аляшах все это говорит для чего? То есть, общий его, общий смысл его слов какой? То, что человек должен постоянно, каждую секунду помнить о том, что он здесь лишь временно и должен воспользоваться этим временем для того, чтобы взять как можно больше награды из этой жизни и в сурный день пожать эти плоды для того, чтобы эти плоды были более многочисленными и более благими. Говорит, и это величие, обладатели знания, что какое бы движение они ни делали и какое бы деяние они ни совершали, В любом случае, они постоянно помнят постановление шариата в этом деле. Выполняют эти действия, а у Яф'алюн совершают различные дела. А если они совершат какой-то грех, то тут же просят прощения у Всевышнего Аллаха. Говорит, и после просьбы о прощении, их положение становится лучше, чем было до этого. То есть, если человек забыл, совершил грех, затем вспомнил об этом, попросил прощения у Всевышнего Аллаха, то после этого греха он уже не возвращается к нему. Его положение становится лучше, чем было до этого. То есть, он старается исправиться. И относительно этого люди различаются. То есть, у всего этого есть свои уровни. Кто-то лучше, кто-то хуже, кто-то ближе, кто-то дальше. Поэтому Ибн Умар говорил, возьми от своего здоровья для своей болезни, а от своей жизни возьми для своей смерти. Вот этот вот хадис ясен или нет? Иншалава вам понятно, не является очень полезным для человека. Если человек поразмышляет над ним и хорошо поймет его, то это заставит его помнить о своем времени, помнить о причине и цели твоего нахождения здесь, так, что он будет совершать много полезных дел и не будет терять попросту время. И не будет тратить время на то, чтобы обосновываться в этой дуне, пускать в ней корни и тому подобные вещи. Он будет чувствовать себя так, как будто бы здесь он просто транзитом. Как будто бы так, что он здесь просто проезжает эту жизнь насквозь. Но его родина первая, это рай. И должен он стремиться всегда возвратиться к ней. Субханакаллаху ма аби хамдик. Ашадуаллаху и ла халанта. Астагфираллаху ауа ту билей. Если ты понял сущность этой дуне, то твое сердце должно быть трезвым, должно быть бодрствующим и не должно быть забвения от этого. Но если твое сердце в забвении от этой сущности, говорит, то твое сердце постигает его сражение за эту дунью. То есть оно начинает устремляться к этой дуне и начинает сражаться за нее. Айбхазаналлаху аиякум минануа аль-гафалат. Да разбудит Всевышний Аллах, да пробудит Всевышний Аллах с.м. нас и вас от различных видов забвения. Ибн Умар а.р. И говорит Ибн Умар, тоже в свою очередь давал завет другим людям. Исходя из того завета, который дал ему пророк с.м. И говорил, и дам сейта фалатан тазра с сабах. Если наступил вечер, то не жди утра. То есть не жди, не расслабляйся, но работай так, как будто бы ты до утра уже скончаешься. А если наступило утро, то не сиди, не жди, не расслабляйся до вечера. Но работай так, как будто бы вечером ты уже скончаешься. То есть постоянно будь предостереженным от смерти. То, что она придет к тебе неожиданно. Будь готовым к этому. Поэтому некоторые говорили относительно Хаммада ибн Усалама. Кто такой Хаммад ибн Усалама? Абу Салама один из пақыха в этой общине. Один из мухаддисов в этой общине великих. И один из великих ученых также арабского языка. Так вот, про него говорили. Если бы ему было сказано, ты скончаешься завтра, то все равно он бы не смог добавить к своим делам уже ничего. То есть смотри, когда ты проводишь свой день, что ты делаешь? Совершаешь различные благие дела в нем. Но если тебе скажут, завтра ты скончаешься, что ты будешь делать? Ты прибавишь, постараешься использовать оставшееся время, как можно более полноценно, продуктивно, атакивание. Совершишь гораздо больше дел, чем если бы тебе не сказали этого. А говорит Хаммад ибн Усаламан, совершал настолько максимально большое количество дел, каждая его секунда его жизни была забита полезными делами, что если бы ему сказали, что ты умрешь завтра, он бы уже не смог прибавить к этому ничего. Все равно выполнил бы только лишь тот план, который у него и так намечен. Посмотри, как Салайфы использовали свое время и не теряли его зря. И этого человек достигнет в том случае, если постоянно будет помнить о правах Всевышнего Аллаху. То, что человек, если поклоняется, должен помнить об этом постоянно. Говорит, если он противоречит кому-либо из своих родственников или из своих, то есть земляков, то он делает это ради искренности Всевышнего Аллаха и для того, чтобы выполнить постановление этого шариата. И если он продает или покупает, то он же совершает это искренне. И он стремится что делать? Устремляется к тому, чтобы совершать только разрешенное. И так в любом деле, которое он совершает. Человек должен совершать все эти деяния на знании. То есть, сейчас Салайфа все это говорит для чего? То есть, общий его, общий смысл его слов какой? То, что человек должен постоянно, каждую секунду помнить о том, что он здесь лишь временно и должен воспользоваться этим временем, для того, чтобы взять как можно больше награды из этой жизни и в сурный день пожать эти плоды, для того, чтобы эти плоды были более многочисленными и более благими. Говорит, и это величие, обладатели знания, что какое бы движение они ни делали, и какое бы деяние они ни совершали, в любом случае, они постоянно помнят постановление шариата в этом деле. Выполняют эти действия, а уявалюн совершают различные дела. А если они совершат какой-то грех, то тут же просят прощения у Всевышнего Аллаха. Говорит, и после просьбы о прощении, их положение становится лучше, чем было до этого. То есть, если человек забыл, совершил грех, затем вспомнил об этом, попросил прощения у Всевышнего Аллаха, то после этого греха он уже не возвращается к нему. Его положение становится лучше, чем было до этого. То есть, он старается исправиться. И относительно этого люди различаются. То есть, у всего этого есть свои уровни. Кто-то лучше, кто-то хуже, кто-то ближе, кто-то дальше. Поэтому Ибн Умар говорил, возьми от своего здоровья для своей болезни, а от своей жизни возьми для своей смерти. Вот это вот хадис ясен или нет? Миша вам, понятно, не является очень полезным для человека. Если человек поразмышляет над ним и хорошо поймет его, то это заставит его помнить о своем времени, помнить о причине и цели твоего нахождения здесь, так, что он будет совершать много полезных дел и не будет терять попросту время. И не будет тратить время на то, чтобы обосновываться в этой дуне, пускать в ней корни и тому подобные вещи. Он будет чувствовать себя так, как будто бы здесь он просто транзитом. Как будто бы так, что он здесь просто проезжает эту жизнь насквозь, но его родина первая это рай. И должен он стремиться всегда возвратиться к ней. Субханакаллаху мааби хамдик. Ашадуаллаху илланта. Астахфираллаху атубайли. Он уже не возвращается к нему. Его положение становится лучше, чем было до этого. То есть он старается исправиться. Вадима камад. И относительно этого люди различаются. Вадима камад. То есть у всего этого есть свои уровни. Кто-то лучше, кто-то хуже, кто-то ближе, кто-то дальше. Поэтому Ибн Умар говорил. Возьми от своего здоровья для своей болезни. А от своей жизни возьми для своей смерти. Вот этот вот хадис ясен или нет? Иншалава он, понятно, является очень полезным для человека. Если человек поразмышляет над ним и хорошо поймет его, то это заставит его помнить о своем времени, помнить о причине и цели твоего нахождения здесь. Так что он будет совершать много полезных дел и не будет терять попусту время. И не будет тратить время на то, чтобы обосновываться в этой дуне, пускать в ней корни и тому подобные вещи. Но будет чувствовать себя так, как будто бы здесь он просто транзитом. Как будто бы так, что он здесь просто проезжает эту жизнь насквозь, но его родина первая это рай. И должен он стремиться всегда возвратиться к ней. Как будто бы так, что он здесь просто проезжает эту жизнь насквозь, но его родина первая это рай. И должен он стремиться всегда возвратиться к ней. Субханакаллаху ма бихамдик. Ашхадурионлахи ла и ла и ла анта, астагфирулаху отубей ле, ана анта, астагфирулаху отубей ле.